Олег Жданов, военный эксперт, уже в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Олег Владимирович, приветствуем вас. Доброе утро. Олег Владимирович, короткая сводка буквально для наших зрителей, а дальше хотим услышать от вас подробности. Военная ситуация на южнобужском направлении остается сложной, но контролируется силами обороны. В частности, по сообщению украинских СМИ, на юге продолжаются позиционные бои для улучшения положения по линии фронта. Украинские бомбардировщики в течение ночи нанесли как минимум два удара по районам сосредоточения российских военных в районе Киселевки и Костырки. Тем временем, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач. Олег Владимирович, расскажите, пожалуйста, подробнее, как на юге обстоят дела, понятное дело, не раскрывая каких-то важных тактических или стратегических данных. Смотрите, ну на юге, вот то, что говорил генеральный штаб и просили, что это не контрнаступление. Мы, это, я бы сказал так, разведка боем или проба пера генерального штаба. Мы планомерно выносим эту группировку. С помощью нашей артиллерии, с помощью нашей авиации максимально стараемся снизить ее боеспособность. Там, где мы попробовали проводить штурмовые действия линии обороны противника, где-то она посыпалась, где-то они выстрелили. Где она посыпалась, мы там улучшили свое тактическое положение. И дальше бои продолжаются. Сейчас будут бои позиционные, более ожесточенные. Почему? Потому что российское командование будет заставлять свои войска пытаться вернуть утраченные позиции. И они начнут штурмовать наши позиции. Ну, а в общем, работа артиллерии и авиации, это главное на сегодняшний день. И обратите внимание, мы постоянно наносим удары еще по мостам, максимально пытаясь снизить их пропускную способность и свести ее к нулю. Даже уже добрались до этих плавучих барж на плавного моста, который там российские войска пытались создать вдоль Антоновского. Вот такая вот обстановка. Там сейчас будут самые напряженные бои, ну, наверное, даже посильнее, чем на Донецком направлении. Хотя и там очень горячо сегодня. Вот продолжая тему мостов, можно ли предположить, что речь пойдет и о Крымском, поскольку вот президент Зеленский, призвол жителей оккупированных территорий, в том числе крымчан, удалится подальше от военных объектов. Удары будут интенсивнее со стороны Украины? Можно ли говорить будет о Крымском мосте? Да, конечно же. Ну, Крымский мост для нас сейчас очень важен. Он становится на первый план. Почему? Потому что вся подпитка вот этой группировки войск на юге Украины, в том числе и на правом берегу, вся заходит через Крым. Естественно, она идет с Крымского моста. И буквально вот два дня назад наша разведка давала данные о том, что в районе Таганрога опять замечены воинские эшелоны с техникой и вооружением. Конечно же, они пойдут в Украину через Крымский мост. Поэтому, я так понимаю, что как только появится первая возможность, мы начнем атаки на Крымский мост. А уже дальше, ну, посмотрим, как это будет у нас получаться. Нужен тип вооружения. Вот вы смотрите, сколько уже боеприпасов «Хаймарс» мы потратили на, допустим, тот же Антоновский мост. Наверное, уже сотню. Но мост стоит, строили на совесть. Вот в чем дело. Нужно что-то помощнее. Ну да, увидим, что будет на самом деле дальше. И, кстати, немного не соглашусь относительно того, что потрачены снаряды. Это скорее вложение снарядов в нужное дело. Нет, я с вами полностью согласен, что да, это окупается с лихвой. И потратим и 150, если надо будет. Но просто, понимаете, либо одна ракета «Атакмс» обвалила бы пролет моста, и тогда вопрос закрылся бы раз и навсегда. Либо мы уже сколько мы, месяц, наверное, ведем обстрелы даже того же Антоновского моста. Я вот об эффективности. В сентябре, в начале сентября, 8-го числа, если не ошибаюсь, должна состояться очередная встреча союзников военных, в частности, союзников Украины. Это Пятый Рамштайн, так называемый. И Ллойд Остин, это глава Пентагона, должен провести личную встречу с контактной группой по обороне Украины. Чего ожидать от Пятого Рамштайна, и можем ли мы говорить о возможном предоставлении Украины вот тех самых вооружений, которые столь необходимы сейчас, которые, возможно, приведут к тому, что изменится нормальное состояние Крымского моста, и он перейдет в состояние недееспособности? — Думаю, что да. Четвертый Рамштайн был в режиме видеоконференции. Я так понимаю, там была такая координация и уточнение. Сейчас, судя по тому, что они хотят провести это в режиме личной встречи, то будут решаться более серьезные, более глобальные вопросы. И, скорее всего, уже Пятый Рамштайн будет подстраиваться под начало ленд-лиза. И вот тут нужна действительно, наверное, личная встреча для более четкой и точной координации. Плюс все планы, которые по поставкам вооружений стран-партнеров, должны будут сведены в одно вот это оперативное командование, которое создают в Соединенных Штатах. Оно будет в Соединенных Штатах, оно будет, я так понимаю, в Брюсселе где-то, рядышком со штаб-квартирой НАТО, и будет представительство в Украине. И вот эти вопросы, это глобальные вопросы поставок, которые долгосрочные, которые будут не только на ведение боевых действий, а на полное перевооружение нашей армии, на переход на западные образцы вооружений. Вот поэтому нужна личная встреча. Я думаю, что этот Рамштайн будет ключевым. Кстати, параллельно поступает информация, согласно которой на севере полуострова Украинского полуострова Крым, временно оккупированного, вдруг вспыхнула нефтебаза. Довольно серьезный пожар, клубы дыма поднимаются в воздух. Чуть позже сможем показать нашим зрителям кадры оттуда. Наверное, кто-то покурил неосторожно. Да, это очень правильно. И то, что президент сказал, что мы готовим, кстати, он даже больше добавил, он добавил, что мы готовим зеленые гуманитарные коридоры для того, чтобы вывести, кто пожелает, на период боевых действий, пока вооруженные силы Украины будут решать вопросы освобождения территории, вывести, кто пожелает, из Крыма для того, чтобы люди не попали под боевые действия. Да, и то, что мы будем продолжать эти атаки, это очень хорошо. Олег Владимирович, да, мы видели кадры, как военная техника едет по Крыму. Вы сегодня говорите о том, что такие подвозят, пытаются усилить армию оккупантов. И тем не менее, россияне продолжают бить дальними ракетами по украинским городам. Вот Харьков тот же, да, вчера было несколько прилетов и погибло по меньшей мере 4 человека. Но в то же время мы видим, что интенсивность этих ударов, она снижается. О чем это говорит? О том, что заканчиваются ракеты и меньше вооружения или это какая-то такая тактика новая? Нет, я думаю, это такая новая тактика. Они волнами, они не могут тоже держать, у них есть большая усталость, и они не могут держать темп обстрелов равномерным. Они по мере подвоза этих ракет, они делают... Вспомните, буквально на прошлой неделе был обстрел, там 14 ракет за одну ночь, и очень серьезно, и много было погибших и раненых в том же самом Харькове, в том же самом Николаеве. То есть это все зависит либо от распоряжения сверху, либо от поставок или подвоза самих ракет. Кстати, обещали нашим зрителям, что как только появятся кадры, Крым, север Крыма, нефтебаза, которая, видимо, почувствовала на себе последствия эффекта линзы. Вот внимание на экран, сейчас можете видеть, как что-то очень сильно горит. Довольно серьезно, опять же, напоминаю, что речь, судя по поступающей информации, идет о нефтебазе, отсюда и черные клубы дыма, которые в воздух поднимаются. Ну, мало информации, как только что-то разузнаем побольше, тут же сможем и вам сообщить. Олег Владимирович, вам как видится в ближайшее время развитие событий на поле боя? От чего в первую очередь это зависит? И насколько приближающееся похолодание будет влиять на интенсификацию происходящего? Ну, пока что погодные условия не сильно будут влиять на активность боевых действий. Вот когда начнутся ночные заморозки, вот тогда да. И когда начнется период осенних дождей, начнется распутиться. Вот здесь, да, здесь темпы введения боевых действий могут быть снижены из-за холодов и самой распутицы. А на пока температура снижается, в принципе, более благоприятно. Единственное, что ночью прохладно, а днем не такая жара. Они даже наоборот облегчают введение боевых действий. Что касается интенсивности, то я думаю, что в ближайшую неделю мы можем увидеть усиление интенсивности боевых действий. Почему? Потому что Российская Федерация перетягивает на нашу территорию вот этот третий армейский корпус резервный, который они там пытаются сформировать. Проблемы, видимо, с комплектованием очень плохо и с формированием резервов. Поэтому они, не дожидаясь полного формирования корпуса, тянут его в Украину. И, насколько я понимаю, они тянут его не в одно место, а они разрывают его по частям. Для нас это хорошо, нет концентрации усилий. Но, с другой стороны, это все-таки, как ни крути, но это более-менее какие-то резервы с бронетехникой, с танками. Поэтому нам придется с ними воевать. Скорее всего, усиливать будут Донецкое направление, потому что это политическая задача от Путина. И будут пытаться усилить Южнобукское направление. Правда, как они будут переправлять технику, посмотрим. Скорее всего, будут пытаться на вот этих баржах и понтонах перевозить через Днепр. Олег Владимирович, а стратегический переломный момент в этой войне, он уже произошел или он только должен произойти? Ну, например, с освобождением какого-либо временно оккупированного региона? Он начался, можно так сказать. Мы от позиционной войны начинаем потихонечку-потихонечку переходить к войне атакующей. И даже вот это событие на Южнобургском направлении, вот это, ну, как я и сказал, это проба пера в плане перехода к контратакующим действиям. А впоследствии эти действия могут перерасти в контрнаступательные действия хотя бы на одном оперативном направлении. Но мы потихоньку движемся. Россия получила от Ирана беспилотники. Сначала говорили о тысячах, потом стало понятно, что меньше. А по сути дела, что они получили? Ну, есть некоторые данные, что они получили три вида беспилотников. Два разведывательно-ударных и один Камикадзе. И действительно партия там исчисляется несколькими десятками. Я думаю, это где-то там по несколько штук каждого вида. И сейчас российские операторы пытаются освоить эти беспилотники для того, чтобы в последующем применять их на поле боя. Ну, по первым, как, по-моему, Wall Street Journal написала, что по данным разведки есть огромные проблемы с отказами на этих беспилотников. То есть их качество оставляет желать лучшего. Но, тем не менее, операторы, российские операторы уже начали обучение на этих беспилотниках. Кстати, первые кадры демонстрации беспилотника Камикадзе иранского имели очень такую интересную особенность. На замедленной съемке было видно, что объект, по которому наносили удар вот этим беспилотникам Камикадзе, взорвался до того, как в него врезался беспилотник. Возможно, это магический беспилотник. Да, вполне возможно, что это в лучших российских традициях была показуха для начальства. Но никто не думал, что можно сделать в цифровом видео, можно сделать раскадровку и посмотреть, где находится беспилотник на момент взрыва объекта. Ну, ранние иранцы уже представляли даже свой вариант истребителя. А в дальнейшем оказалось, что это недействующий самолет, довольно старый, на который просто наварили новые обвесы для того, чтобы придать ему новую форму, более современную. Хотя ничего особенного этот самолет из себя не представлял. Он даже в воздух не мог подниматься при этом. Олег Владимирович, спасибо большое за ваши комментарии. Олег Жданов, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Спасибо. До свидания. До свидания.